Проблема, копившаяся годами, привела к тому, что в Самаре остров стал вопрос нехватки мест в школах. По данным городского департамента образования, 1 сентября учиться пойдут более 13,5 тысяч первоклашек. Это на 660 человек больше, чем в 2016. В действующих учебных заведениях места для них катастрофически не хватает. Из-за этого приходится открывать дополнительные классы и переводить их на двухсменный режим. Только в школах Октябрьского района в предстоящем учебном году недостает 1700 мест. При том, что это одна из самых плотно заселенных территорий города. Здесь продолжается интенсивная застройка. Это значит, что в ближайшие несколько лет школьная проблема будет еще острее. Известный самарский меценат и бизнесмен Владимир Аветисян сделал городу беспрецедентный подарок. Он предоставил муниципалитету земельный участок в границах улиц Новосадовой, Соколова и Северо-Восточной магистрали под строительство новой школы на полторы тысячи мест. Кроме того, в перспективе в дар городу будут переданы два земельных участка под строительство детских садов. Подробности в следующем сюжете. Степану Никифорову до школы еще 6 лет, но его мама уже озаботилась поиском учебного заведения для сына. На форуме микрорайона «Ботанический» родители рассказывают, как сложно сейчас попасть в первый класс рядом с домом. Новые кварталы в Самаре растут с такой же скоростью, как взросляют дети в молодых семьях. Насколько знаю, в этом году подавали заявление через госуслуги. Очень много народу было, чуть ли не 7 первых классов набирали. Такое вот я слышала. И детей там в две смены они учатся. Поэтому если где-то поблизости будет строиться школа, будет вообще отлично. Да, Степа, скажи, мы будем просто рады этому. На каждом собрании жители задавали этот вопрос, что в данном районе необходимы дополнительные школы, дополнительный садик. Потому что Октябрьский район – это быстрорастущий район нашего города. Постоянно сдаются каждый год в эксплуатацию новые высотные здания. Туда заезжают молодые семьи, рождаются дети. И население у нас растет. Школы в центральных районах Самары не возводили более 10 лет. А вот жилищное строительство, наоборот, тогда наращивало темпы. В 2015-м региональные чиновники вышли с предложением увеличить санитарный норматив с 25 до 30 человек в классе. Не помогло. Сегодня только в Октябрьском районе из 14 школ 6 работают в две смены. С точки зрения самых разных специалистов ничего хорошего в этом нет. Решить проблему поможет новое учебное заведение, которое будут строить в границах Новосадовой, Соколова и Северо-Восточной магистрали. Участок ПАДЭТа городу на безвозмездной основе предоставил известный меценат, почетный гражданин Самары, зампредседателя управления УК Роснано, член бюро Центрального совета Союза МАШ России Владимир Айвтисян. Передача данного земельного участка осуществлена путем договора пожертвования. Уже стороны подписали этот договор. И также стороны зафиксировали, что они в течение года, то есть город начнет строить эту школу. То есть это никакие не визуализации в будущем, это непосредственно уже скоро все это начнется. Через год начинают они проектировать и строить. И заканчивают через три года после начала строительства. То есть где-то четыре года, если так растянуть, по времени. Это будет школа на 1500 мест площадью 27 тысяч квадратных метров. У ребятишек будет и детский сад, и школа, надеюсь, очень хорошая. Я могу сказать, что мы как-то очень быстро нашли общий язык с администрацией, с главой города. И все оперативно сделали. Неважно, сколько ты отдал. Ты отдал миллионы, или ты поделился последним куском хлеба. Это на самом деле абсолютно неважно для того, кто нуждается в такой помощи и получает ее. И в этом смысле, на мой взгляд, в сегодняшнем мире очень много людей, которые действительно готовы помогать. Акт доброй воли проявил Владимир Евгеньевич Аветисян. Это следствие, наверное, всей той же политики городской, которая ведется на протяжении уже двух лет, когда количество меценатов, помогающих городу, увеличивается. И вот первое такое серьезное приобретение города – это подарок земельного участка, где-то 4 гектара, на территории завода «Зим» под строительство школы и детского сада. В Октябрьском районе эта проблема очень актуальна. И тем не менее, для Самары подобные подарки – роскошь, рассказывает заслуженный строитель России, почетный гражданин Самары Константин Ушамерский. Пример, конечно, очень положительный, потому что, я говорю, в городе просто катастрофа. И даже если есть деньги, просто негде строить. И для того, чтобы построить современную школу, нужно место под саму школу, под спортивные площадки во дворе, под парковую зону. Это несколько гектар. В городе таких площадок нет. Поэтому трудно оценить значение этого подарка. Я уверен, что через несколько лет на этом месте построят прекрасную школу и детский садик. И многие годы тысячи детей будут там учиться и с благодарностью вспоминать человека, который основал вот это все дело. Новая школа обещает быть большой и ультрасовременной. Почетный гражданин Самарской области, народный учитель СССР, педагог с 45-летним стажем Евгения Аршлутова повидала десятки учебных заведений. Рассказывает, как важно, чтобы школа могла вместить в себя спортивные секции, возможные кружки и студии. Действительно, по-настоящему, очень грамотный, очень своевременный и очень благородный поступок, который совершил Владимир Евгеньевич. Самара очень нуждается в большой территории для строительства большой современной школы. Это должен быть такой современный общеобразовательный комплекс. Вот по-настоящему комплекс общеобразовательный, современный, подчеркиваю. Что это значит? Это значит, что этот комплекс должен состоять из нескольких частей. Первое – это общеобразовательные школы, в которые должны обучаться 1500 учащихся. Это очень много, это хорошо. При получении земли под школу городские власти обещали начать строительство в течение года, чтобы готовое здание можно было сдать уже через несколько лет. В перспективе в дар городу будут переданы еще два участка под строительство детских садов. Редактор субтитров А.Семкин